Талантливых и успешных людей в нашем городе много, как и конкурсов, посвященных поиску лучших из лучших. Я-года – еще один проект, подтверждающий наличие в Иванове активной, яркой и умной молодежи. Я-года проводится у нас уже в пятый раз. В этом году заявку на участие в городском конкурсе можно подать до 1 декабря. А уже в конце января станут известны победители в каждой из пяти номинаций. Я-политик, я-бизнесмен, я-спортсмен, я-творец и я-ученый. Мы хотели показать, как много у нас талантливой молодежи и сделать конкурс, он абсолютно у нас честный. Там очень хороший состав жюри. Ну и потому, какие достойные у нас каждый год победители, видно, что мы, наверное, не зря все это затеяли. По словам победителей прошлых лет, конкурс Я-года во многом помог им в профессиональном развитии. Безусловно, это дает толчок внутреннюю поддержку, внутреннюю опору психологическую. И уже потом стали интересные предложения поступать. И как-то, конечно, когда человек себе уверен, идет по дороге легче. После победы Ольга Каурцева с легкостью продолжает движение вперед. В 2011-м она стала участницей проекта «Подиум на МТВ». Сейчас успешно продвигает бренд «Своя одежда». Шьет исключительно для ивановских девушек. Сейчас мы произвели новую коллекцию вечерних и свадебных платьев Каурцева. И с ней уже побывали на МИЦ Владимир, неделю моды в Ярославле, неделю моды в Иванове. И сейчас нас приглашают уже даже на далекий север. То есть нас знают, нас любят, нас приглашают. Проект Я-года открыт для всех целеустремленных и любящих свое дело молодых людей. Николая Шарина пригласили на участие в конкурсе после того, как он взял три золотых медали из трех возможных видов спорта на первой паре «Спартакиаде ЦФУ». Четвертой оказалась награда «Я спортсмен». Сейчас очень много говорят про доступную среду. Вот этот конкурс, мы тоже в нем общаемся, показываем свои творческие возможности. Это та же среда. И вот она показала, что она доступна. Это было приятно. После этого конкурса у меня жизнь немножко поменялась. Я стал более публичным человеком. По словам организаторов Я-года, всегда сложно выбрать лучшего. Здесь важен объективный подход в оценке профессионализма конкурсантов. У нас состав жюри из разных людей, из разных цветов. В том числе там есть какие-то ученые. И они нам советуют, помогают вот в этой номинации. Ну и, конечно, в творцах тяжело, потому что самое большое количество участников. А это и музыканты, и фотографы, и певцы, и совершенно разные люди, и художники. И оценивать, конечно, сравнивать певицу с художником – это сложно. На церемонии награждения каждый победитель получит в качестве приза вот такой квадратный арбуз – символ проекта. Квадратный, потому что неординарный, как и все участники. С трещиной – значит созревший. Если до звания «Ягоды» созрели и вы, торопитесь подать заявку. Время еще есть. Нина Сардейска, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.